КОЛЕСА, ПЫЛЬ, АДРЕНАЛИН В 1957 году впервые был проведен мотокросс на трассе более километра в три заезда по 10 кругов. И если тогда это был спорт для взрослых, то в наше время начинать можно чуть ли не с пеленок. Если полноценно и ориентироваться на какой-то мировой результат, люди начинают заниматься с 4-5 лет. То есть это физическая, плюс специальная подготовка. И уже дальше, согласно каждой кубатуре, согласно возрасту, идут и меняют мотоциклы и постепенно результаты меняются. Справедливости ради стоит заметить, что мотокросс – удовольствие не дешевое. Сам железный конь обойдется вам в среднем в 150 тысяч рублей, плюс защитная экипировка, которая стоит около 40 тысяч. И техническое обслуживание, а это еще как минимум 20 тысяч в год. Гитаринка между первой и второй. Справа на руле рычаг переднего тормоза, и справа на ноге, соответственно, задний тормоз. Все предельно просто и удобно. Механический экипаж существенно отличается от обычного байка. Его вес легче из-за отсутствия аккумулятора и современных материалов. Сидение удлиненное, наплывает на бак для удобства гонщика, для исполнения трюков. Оказавшись на столь мощном мотоцикле, необходимо очень осторожно работать газом и четко чувствовать момент сцепления двигателя с ходовой частью во время начала движения. Если хоть немного переборщить с оборотами, то ваш железный друг выскочит из-под вас, словно пуля. Так со мной и получилось. Как вы уже, наверное, сами убедились, дело это довольно опасное. Без защиты начинать вообще не стоит. Но тот, кто попробовал хотя бы раз, заболеет этим навсегда. Редактор субтитров А.Семкин